Как ты сейчас проводишь утро? Каждое утро я сначала просыпаюсь. Во сколько? Примерно. Сейчас я просыпаюсь утром в 6 или 6.30. Засыпаю вечером около 10.30. Бывает и в 11 ложусь, и в 10. Так вот, я просыпаюсь, и на этом моменте я хотел бы сделать небольшое отступление. Когда я углубляюсь в детали моего утра, люди удивляются. Как так? Почему ты не идешь в уборную? Я надеваю штаны, затем носки. Да, хочу прояснить, я очевидно забочусь о своих базовых потребностях. Итак, я просыпаюсь и сразу же стараюсь выйти на солнечный свет. Для меня важно, чтобы мой организм попал под солнышко. Меня, наверное, скоро закопают из-за этой мысли, которую я людям очень часто повторяю. Но лучшее, что вы можете сделать, чтобы улучшить ваш сон, повысить энергию, поднять настроение, это получить дозу естественного света очень рано утром. Не надевайте солнечные очки, уделите этому около 10 минут. Если вы оказались где-то, где очень серо, например, в Великобритании зимой или летом, вы можете использовать искусственный свет на замену. Однако по утрам все же нужно стремиться выжать максимально допустимую яркость, неважно естественного или искусственного света, для своих глаз. Не надевая солнечные очки, обычные очки или линзы использовать можно. Также не делайте это у окна или сидя в машине, это менее эффективно. Эта процедура запускает в организме огромное количество нейробиологических и гормональных процессов, которые очень полезны для организма. Это понизит уровень стресса ночью, запустит кортизол и так далее. Получается, ты гуляешь по утрам? Да, в идеале гуляю. Бывает, выхожу в сад с чашкой кофе. В общем, пытаюсь посидеть под солнышком. Если день облачный, могу так просидеть 20-30 минут. Если погода солнечная, пара минут хватает. Достоверные исследования нашего организма показали, что нам необходимо получать максимально возможный естественный свет первые часы после пробуждения. Время может варьироваться. Это особенно важно в первые три часа после сна. Очень здорово, если вы можете поупражняться на улице. У окна постоять тоже нормальная идея, но лучше на улицу выйти. Так вот, я получаю солнечный свет, пью много воды, затем кофе. Ерба маты – мой любимый источник кофеина по утрам. Через сколько после сна ты пьешь кофе? 90-120 минут. Принимаешь электролиты по утрам? Мне очень нравится вода с добавками. До того, как я начал принимать добавки, я добавлял в воду немного морской или гавайской соли. Какой вкус больше нравится? Мне они все нравятся, кроме одного. Мне не очень заходит шоколад. Мне тоже. Но некоторые люди в восторге. Например, жена продюсера моего подкаста очень любит этот вкус. Часто ей приношу шоколадное с мятой. Я предпочитаю малину и цитрусовые. Люблю эти штуки в целом. А манго-чили? Если открыть пачку с манго-чили и вдохнуть сразу же, ощущение похоже на перцовый баллончик. Это просто жесть. Глаза наружу лезут от такого. В общем, по утрам лучше всего выпить стакан холодной воды и получить свет. Кстати, ты мне открыл глаза насчет одной вещи, которую я считал пронаучной. Система аденозина неактивна. Первые 90-м. минут после сна. Поэтому принимать кофеин в это время будет неэффективно. Лучше сосредоточить внимание на адреналиновой системе, пить много воды и так далее. Это превосходное начало дня. Итак, нам нужно ждать 90 минут. Что ты делаешь между солнышком и ярбоматы все это время? Я делаю все, что нужно делать. Какие-то очень важные задачи. Но стараюсь не читать почту и не проверять соцсети. Последнее время стараюсь приучить себя в это время решать сложную когнитивную задачку. Всего лишь одну. Также я нагружаю себя физически. Я не упражняюсь до посинения. Это не упражнение в стиле Дэвида Гогенса. В эти 90 минут я обычно читаю научные статьи, которые уже начал читать. Или тружусь над чем-то, например, над грантом или исследовательской работой. Также планирую работу над подкастом. Или ищу, что можно было бы послушать. В целом, я стараюсь заставить мозг работать линейно. Я ограничиваю и сужаю мыслительную активность. Именно из-за хаотичности соцсетей я не использую их по утрам. Это может подождать. Я не стараюсь получить звездочку за выполненную задачу. Мне просто нужно поднапрячь голову чем-то сложным. Мне очень нравится искать решения трудных головоломок. Эта страсть у меня еще с университета, когда мне было 19. И я серьезно относился к учебе. Я кайфовал, когда наконец-то находил решение какой-то задачки. Ура! Я смог, это было сложно. В общем, решение не всегда находится. Я просто напрягаю голову в этот час. Или 90 минут. Признаюсь, иногда я просто гуляю и обсуждаю с кем-то какую-то сложную тему. Конечно, бывает, я ленюсь и вообще ничего не делаю. Затем я принимаю кофеин после 90-120 минут после пробуждения. И хотя мне нравится упражняться пораньше, но обычно я приступаю к упражнениям только после всего этого. В этом плане у меня выработалась привычка за 30 лет тренировок. Я занимаюсь силовыми тренировками по 45 минут или час через день. Бывает, беру дополнительный день отдыха, иногда пропускаю из-за путешествий или еще чего. Также иногда два дня занимаюсь, два отдыхаю. Очень скучно обсуждать расписание тренировок. У меня оно очень простое. Один день я отжимаюсь, потом отдыхаю, в другой день упражняюсь на турнике, качаю мышцы корпуса, отжимаюсь, отдыхаю, корпус, турник, отдых, качаю ноги, затем два дня отдыхаю. А что ты делаешь в эти дни отдыха? Я всегда бегаю или прыгаю на скакалке. Это мои любимые кардиоупражнения. Иногда еще плаваю, но обычно бегаю от 30 до 45 минут. Мне лично нравятся короткие, но интенсивные штуки, поэтому, когда я ленюсь, я надеваю дополнительный груз на 15-20 килограмм и бегаю поменьше. Мне также очень нравится тема с коленями за носками Бена Патрика. Он, кстати, тоже был у тебя. Мы с ним и его женой были в Коста-Рике. Мы отлично провели время, я узнал много нового. Иногда я поднимался спиной в гору, иногда я надевал дополнительный груз. Также мы иногда использовали фитнес-резинки. Можно очень здорово все это совместить. По утрам можно вдвоем подниматься в одной фитнес-резинке спиной в гору, одновременно получая необходимый солнечный свет. Но я не отношусь к этой затее как к тренировке. Это больше как способ подвигаться. В общем, вне основных тренировок я занимаюсь кардио. Иногда по утрам, иногда по вечерам. Но я не очень люблю заниматься во второй половине дня, так как мне нравится пролив энергии после кофеина. Также пока я занимаюсь, я слушаю громкую и быструю музыку. Телефон стараюсь держать подальше или вообще выключаю его на время тренировок. Слушаю подкасты, когда бегаю, но в целом я стараюсь полностью погрузиться в процесс. Перед силовыми тренировками я делаю разогрев на 10 минут, а затем усиленно упражняюсь до 40-50 минут. Если я тренируюсь дольше, я не смогу восстановиться до следующего раза. Тренируясь таким образом, я получаю стабильный результат. И ты занимаешься этим примерно до 10-30 или 11? Да, а затем я завтракаю. Обычно я просыпаюсь очень голодным, если хорошо не поел вечером до этого. После тренировки я сразу приступаю к завтраку. Мне очень нравится есть овсянку с фруктами, рыбий жир, протеиновый напиток. Затем через 90-120 минут после завтрака у меня обычный обед. Для меня обед – самый крупный прием пищи за день. Я делаю стейк, салат или что-то крахмальное, хотя я и принимал его до этого. Что еще? Ну, может, орехи. Этот рапеза может растягиваться на очень долгое время. Я обожаю есть. Я жуть как люблю есть. Затем, если честно, я просто сижу 30 минут или час и проверяю почту. После этого я обычно занимаюсь йогой-нидрой и дремлю, чтобы немного освежиться. Пожалуй, лучший совет на сегодняшний день – разберитесь в крипте. Бизон Крипто – телеграм-канал, где простым языком рассказывают, как заработать на криптовалюте. Обучающие посты, разбор перспективных проектов и много другого полезного контента. Подписывайтесь и забирайте гайд для старта в крипте. Ссылка в описании.